МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Присылают фотографии, да? Фотографии присылают. А там сплошь больные деревья. Причем особенно много вишен, много груш. Некоторые болеют только высунувшись из земли. Некоторым несколько лет. Все это с рынка. Все это такая. Смотреть на них точно. Вот что происходит, когда не хочется выращивать самому. Ой, милок, мне уже 66. Я уже поздно. Я говорю, мне 66. А я опять напрививал. Представляете? Опять напрививал. Сейчас тема черешневая. Еще раз скажу. Вам много с юга присылают. Они, конечно, умирают. Но и местные питомники производят, мягко говоря, товар. Это как будто в наше время на Запорожце и на Океан стоят рядом. На одной написать Митсубиси, а на другой написать Шевроле. Ну, прям крупные надписью. И продавать. Ну, учитывая, что количество питомников разоблаченных, все растет и растет. Понимаете, что они продают надпись Шевроле, надпись Мерседес, надпись Митсубиси. А продают всякую дрянь. Но эта дрянь прекрасная подвое, друзья мои. Вы поняли? Прекрасная подвое. И потом, когда я вот такой подвойчик получил. Абсолютно невкусные груши, видите? Это я ставил ветку для чего? Я их буду улучшать с помощью насыщения ментора. Это термин Мичурина. Жаль, что я догадался не первую. Ну, что делать? Зато, наверное, теперь Мичуринец. Вот они, видите, прививки? Одна, вторая, треть. Посмотрите, как они прекрасно пошли. Тут их четыре прививки. Посмотрите, как они прекрасно пошли, да? И что мы имеем? Вот. Мы имеем четыре прекрасных сорта. Вот так. И я вам советую, когда вы убедитесь, что вам или привои погибли, так часто бывает. Или, например, они были просто непривитыми и вам прислали непривитые. Ну, фактически обманули, да? Что вы должны сделать? Вот, видите, кстати, молоднячок подрастает. Вот груши. Вон те ветераны мои. Вот. Вот это вот. Мировой лидер, видите? Как он впечатляет, нет? Это нарядный филм. Мировой лидер. Вот. Когда-то так потрескалась кора, что я еще 10 лет назад с ней с молоденькой распростился. Ужас какой-то. Смотрите. Какая рана, какая дупло. Вот. И каждый год я с ней прощаюсь. Никак не могу попрощаться. Она продолжает плодоносить, плодоносит, плодоносит. Видели видеофильмы, где я хожу по этим грушам? Мы даже их собрать не смогли. Поняли? А дерево-то с виду-то, ну, довольно ранимое. Вот специально показывают. Раны, видите? А вы думаете, это я вот это вот отрезал ветки? Нет. Это они сами откуда-то взялись. Но, так как нет искусственных ран моими руками, то это дерево убить почти невозможно. Вот уже, еще раз, обратите внимание на роль волосков. Вот видите, какой страшный штамп. Надеюсь, видите? Надеюсь, видите. Видите? Да? Казалось бы, хана. Выбросила волосок вот это. Полюбуйтесь, свежащая кора. Полюбуйтесь, откуда? Видите? Он тоже не вечный. Он тоже уже начинает это, морозобойно. Еще раз, друзья мои. Руки прочь. Руки прочь. Руки прочь. Какие, к черту, лишние ветки. Вот. Штамп я тоже, кстати, его не делал. Но он вырос такой, вылез. Но если бы он рос от земли, как где бы он еще. Я уже опять вернулся. Я же про черешню должен говорить. Видите? Штамп где? Видите? Штамп где? Видите? Ну, видите? Ну, не подходил я к секаторам. Да какого хрена? Пусть себе растет, как растет. Не подходил. Зачем мне эта красота нужна? Это что, некрасиво? Абсолютно здоровое дерево. Вы представляете, когда мне говорят, а мое дерево тлей покрыто, а мое дерево листья скрутило, а мое дерево листья чернеет, а мое дерево листья желтеет. И фотографии, представляете, страшные. Я первым делом говорю, откажитесь от идиотской мысли, которую вам вбили, что если ветка растет вниз, ее надо отрезать. Да ей надо так расти. Это ее природа. Ну, если это самое... Я представляю, если бы у людей родились бы с восьми пальцами на одной руке и с девятю на другой. Представляете, сколько бы вам сказали, немедленно на операцию отрезать будем. Не положено. Ну, что за идиотизм? Ну, здоровая, здоровая. Дырки ищем, дырки. Я не специально выбирал дерево. Я подошел к первым попавшимся. Видели? Нашли? Ну, поглянемся вокруг. Что это такое? Муравейник. Да, я сейчас доколенек бы стал перед ним. Вот муравейник, вот дерево. Ну, то самое нарядное Ефимова, которое, ну, уже выглядит-то она не очень. Ну, посмотрите, как она хает, какие вырожаи дает. Вот здесь, в Сибири. Ну, кто видел это самое, съемки прошлого года тут, все в этих самых красных плодах. Видели? Вот еще, пожалуйста. Ну, что вам еще показать? Я еще... Тема черешня, да? Полюбуйтесь еще. Растет на самом ветру. Ничего. Мучается. Вон, видели? Центральный штамп отсох. Знаете, почему? Черезки с него брал, дурак. Ну, не дурак, но не умный. Ну, не умный, жадный. Не жадный, нищий. Нет, не нищий, но не богатый. Поняли, да? Вот. А вот эти вот, облагороженные у меня вишни, знаете, почему? Потому что в них гены черешни. Здесь было черешнего дерева, его уже давно нет. Вот. Ну, нету, нету. От корней пошла вишня, потому что она была привита на вишню. Зато какие плоды стали. Ага. Я вас осенью буду... Вот еще одно такое, да? Видите? Я вас осенью буду угощать. Угощать и угощать уже вишнями облагороженными. Знаете, как интересно быть волшебником? Думаете, это против Бога? Нет. Просто Бог, творец, дал нам такое же право и возможность творить. Как? Смотрите внимательно. Вишня? Вишня. Лист. Видели? А это что? Черешня. А плодики видели первое? Вот. Вот так и благородство происходит. Вишня дает морозостойкость сумасшедшую. Иначе откуда бы здесь черешня была? А черешня на третий год уже дала плоды. Вот они, вот они, любите. Еще один сорт испытаем. Мало у меня их. Жаль, не моя-то тема черешня. Так, для души покушать. Вот в 31-м году и 32-м году я наелся черешни. Как бы себя показать? Это то, что с того дерева мы сняли. Вот. Гибрид. Я забыл вам сказать. То дерево, где больше всего было черешни, но помельче. Я говорил, что это вегетативный гибрид. Вот. Я ему дал, говорю, Железова. Нет. Только сейчас, когда Ирина Васильевна собрала с него плоды, моя любимая женщина, моя любимая жена, я сказал, отныне, так как он устойчивый стал, я отдаю ему новое имя. я отдаю ему имя, вегетативный гибрид, черешнево-вишневый, Ирина. Вот. Ну, не эти плоды, а плоды, которые вы видели там и потом, может быть, напишу на какой, на какой минуте. Вот. Так. Ну и, пожалуй, на сегодня и все. Вот. А как трудно расстаться с этим садом, пройтись по этой сказке. Эта сказка благодаря еще тому, что вроде не сей рядом, вроде испарение, вроде бы влажность. Я смотрел примерно одинаково, как Новосибирск, Красноярск, чуть ли не Питер. Вот. Вот только дождь прошел. Вот. Видите? И дожди здесь. Я перестал поливать. Кстати, вон они плоды, абрикосы. Вот видите? Листья мокрые. Видите? Да, дождь прошел. Только сейчас. Такой обильный был дождь. С водостока вашей. Это, с рёма вода бежала. С крыши. Ну и что? Следов болезни нет. Там, где еще чаще дожди, Москву заливают, жаловались мне. Заливают. Там, конечно, такого райского не будет. То есть, там, наверное, болезней будет больше. Тут я ничего сказать не могу. Я там не жил. Конечно бы, приспособился бы к ним. Вот. Конечно бы нашел подвои, которые давно к этим дождям привыкли. Местные. Вот так вот. Я сейчас попрошу Алексея Виноградова, одного из моих самых верных сподвижников, знаете, что сделать? все фотографии он обнаружил. Он обнаружил несколько не старых, а тоже, можно сказать, старинных абрикосов. А еще шелковицу настоящую. А еще черешню, пусть дикую, но настоящую. Вот уж по двое, где по двое. И все эти чудеса он нашел в связи. Посмотрите по карте. Вы что думаете? Там климат, сахар. Вот. И так должен делать каждый в своем месте. Вот он мне попрошу еще подборку пришлет фотографии. Вот. И как-нибудь покажу вам их. Ну что, мы до конца сада, конечно, не дошли и близко. Но там ребенок кричит, зовет. Ему уже скучно. Он свою роль этого самого звезда экрана, когда он собирал ягодки, отыграл. Вот. А дальше нормальный мальчишка. Но как только я скажу, Тимошу пойдем копать землю, Тимошу пойдем обрезать, он уже в нее деревья обрезать умеет. Вот. Он тут же все бросит. Вот. И я молю об одном, успеть его вырастить. Вот. Мне нужна замена. Ой, как она нужна. Чистая наука. Она немножко не вяжется с этим, с продажей. Продажа и просто бытовые дела. Знаете, уволился с завода, вышел на льготную пенсию. Несколько лет работал в двух детских садиках. Это я-то. Сколько я времени потерял, а? Вот. Сколько я времени терял, сажая картошку, морковку, свеклу. Все это поливая. Сколько я времени потерял, когда создавал фильмы, писал статьи. Вот. Но в последнем случае, я время не потерял. В последнем случае, я время сэкономил. Но это всего 10%. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...